Дуб, клен, каштан, плодовые деревья. Пушкинскую тропу активно преображают все неравнодушные. Волонтеры вместе с сотрудниками музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина посадили там 330 деревьев. Мы принимали участие в самом начале. Мы прошли по тропе, которая еще не была ни обкошена, ничего. Мы посмотрели эту тропу, когда она только-только рождалась в начале этого лета. Потом приехали с косами, прокосили первые сотни метров этой тропы. И поэтому мы просто сегодня не могли не поучаствовать в посадке этих деревьев. Пушкинская тропа объединяет усадьбы Веземы и Захарова. Именно в этих местах гулял и проводил свое детство Саша Пушкин. В будущем великий русский поэт. Важно сохранять свое наследие, уверены организаторы акции. Для этого реконструируют Пушкинскую тропу. Уже успели сделать многое. По пути у нас две маленькие речушки. Речка Шараповка и речка Веземка. Мы сделали хорошие мостики. Для того, чтобы могли пройти и мама с коляской, и инвалиды, и даже на велосипеде могли проехать. Мы решили Пушкинскую тропу обсадить елочками и деревьями. Сейчас вот нам помогли северный филиал Семирязевского питомника. Нам дали вот большое количество деревьев. Благодарительная акция от нашей компании с целью возродить, так сказать, тропы Пушкина, нашего любимого поэта. Работы по благоустройству Пушкинской тропы продолжаются. Совсем скоро можно будет любоваться прекрасными видами, прогуливая здесь. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.